Интервью с нами футболист команды Мастер Сатурн. Семен Семенов. Семен, как оценишь игру, если не смотреть на счет, что получилось, на твой взгляд? Да мало что получилось, на самом деле. Выбирали определенный план. Он отчасти не сработал, пропустили пять, хотя задача была как можно меньше пропустить. И опять у нас повторяется история, когда игра в принципе равная. Ну, полтайма первого, и потом мы два глупых гола пропускаем, и игра из-за этого рушится. Ну, до 30-й минуты ты прав, вы смотрелись не хуже. Какие ожидания от следующих игр может быть? Какие ожидания? Только победа, надо набирать очки, потому что нам они крайне важны, чтобы подниматься как можно выше в таблице. Потому что сейчас мы вязнем, там уже поражений пять, по-моему, у нас. Будем стараться побеждать в каждом матче. Игра была неплохая, у вас, надеюсь, все получится. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо. С нами был капитан команды ЮФЛ-1, мастер Сатурн, Семен Семенов. Тренер команды ЮФЛ-1, мастер Сатурн, Олег Мазур. Олег, игра была хороша, счет 0-5. Почему? Ну, с чего взялись, она была хороша. В исполнении локомотива она была хороша. Ну, футболист вашей команды только сказал, что получилось, конечно, далеко не все и пропустили пять, но какие-то положительные моменты в игре, видимо, были. Что, можете что-нибудь вынести? Нет, положительных моментов сегодня не было вообще. Мы не оказались не готовы играть в таких условиях, потому что сегодня было очень заметно, что первый тайм игроки очень много падали. И, конечно, это не могло не сказаться на действиях, на качестве действий. Было очень тяжело зацепиться за мяч, но я хочу отдать должное сопернику. Они, мало того, что они были к этим условиям готовы, они были готовы сегодня вести борьбу очень агрессивно. И, наверное, вот это главная была причина. Если бы сегодня нам бы удалось, скажем так, сыграть игру немножко в других условиях, я думаю, была бы другая игра, была бы обоюдоострая. Но, несмотря на то, что мы хотели сделать корректив на оборону, мы пропустили много мячей. Уже два мяча в первом тайме заставили нас открываться во втором. Желаю удачи, спасибо большое. С нами был тренер команды «Мастер Сатурн» Олег Мазов. Футболист команды «Локомотив» Артем Боровицкий. Артем, пару слов об игре. Ну, приятно, конечно, побеждать. Я считаю, игра проходила под нашей инициативой, под нашим контролем. Тренер поставил задачу с первых минут не дать сопернику ничего сделать, прессинговать, оставить их без мяча. Соответственно, я думаю, нам удалось, конечно, не идеально, но удалось выполнить установку тренера. Соответственно, что вылилось забитые мячи и в нашу победу. Сильно хотелось забить сегодня мяч по такой игре с большим количеством моментов? Ну, честно, я бы не сказал. Мне, в первую очередь, у меня стоят общекомандные задачи, чтобы мы выиграли. Ну, а, конечно, тоже не забываю о том, чтобы забить гол. Но сегодня удалось отдать передачу, чему я, конечно же, тоже рад. Хорошая игра. Спасибо, желаю удачи в дальнейших играх. Спасибо. С нами был футболист Локомотива Артем Боровицкий. Тренер команды Локомотив ФЛ1 Алексей Рябко. Алексей, хорошая игра. Что можете сказать? Хорошая игра. Ребята молодцы. Хорошо выполнили установку, хорошо играли, здорово сыграли, я считаю. Наверное, лучший наш матч в этом сезоне. Вот, хочу их за это благодарить и поздравить. Футболисты из Сатурна говорили, что первые полчаса игра была хороша. Вы не могли забить в первые полчаса. Почему? Ну, мы создавали моменты. Не всегда получается забить, если все забивали, все атаки, да. Счета были как в баскетболе. Ну, так получалось. Я считаю, что и в первые полчаса мы создали достаточно моментов для гола. Вот, ну, так сложился матч. Хорошая игра в исполнении вашей команды. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Это был тренер Локомотива команды ФЛ1 Алексей Рябко. Спасибо.